А не поесть ли мне сегодня с вами, подумала я, Лёля, хозяйка этого канала, Айва Форевер. Дорогие добрые молодцы и красные девицы. Я решила, что давно я не ела, и вообще я давно не ела, и на камеру давно не ела, и надо как бы это, наверное, записать. Если нормально поем, выложу, если не нормально, то не выложу. Но будем надеяться, что нормально. Короче говоря, это у меня, наверное, ужин, потому что я что-то тут поняла, что уже так прилично времени, а я еще не ела. Но, с другой стороны, это обед, только без второго. Первое и третье. Ну, что-то я как-то так стала часто есть, по чуть-чуть. Почему обед? Потому что у меня тут супчик такой на косточке с мясом свиной, был кусочек такой, был кусочек свиньи. Замороженный разморозился, сварился, мясо, правда, уже не мало, мясо слопалось. Но вот бульон от мясной косточки свиной остался. В общем, тут на мясном свином бульоне у меня такой типа суп, можно сказать, веганский. Ибо мяса-то нету. Но, с другой стороны, нифига не веганский. Тут у нас красный перчик, зеленый перчик. Кабачок, что-то я подсела на кабачковый суп. Тут морковка, помидорка, а еще был лавровый листик. Ну, лавровый листик плавает сейчас в кустрюльке. А еще ложка сметаны. Я сегодня была в Дикси. Вообще, я хотела сначала отдельный обзор сделать того, что я купила в Дикси, а потом решила сделать отдельный обзор. Отдельно потом и обозрю. Там не только он. В общем, купила я сметану. Брест-Литовская 20%. Что-то она была по скидке из более-менее свежих сметан. Только она и была. Такая более-менее свежая. Я ее никогда не провала. Решила сделать 20% брест-Литовская сметана. То бишь, белорусская. И вот у меня еще хлебушек черненький. Не помню, кто его делал. Может, улучши спить. Так что, приятного вам аппетита. Надеюсь, вы запаслись хапчиком. Ну, или просто welcome to hell. Я стабильно забываю посолить еду. Я что-то стабильно варю, не солю. И потом начинаю есть, я понимаю, что я бы забыла посолить. Я думаю, у меня хватит этой соли. Она в ногтях застревает. В этот раз кабачок я не терла на терочку. А так порезала, как рука ляжет. Вообще, мне учителяется сочетание тушеного перчика с рисом. Или тушеного перчика с мясом и рисом. Или просто тушеного перчика с чем-нибудь. Но он варен, в принципе, он, наверное, тоже самый, аж тушеный. А так у меня вариации. Добавляем кабачок с морковкой, кабачок с морковкой и помидоркой. Кабачок с чем-нибудь еще. Кабачок вот с тем, что я уже пересекляла. Можно еще картошинку, наверное, сюда всывать. Нарковка, кстати, тертая на терку и замороженная в морозилке. Трете на терку, фигачите в морозилку, а потом достаете сколько вам надо и сейчас я есть. Можно сказать, все свое с огорода, кроме этой Брест-Литовской сметаны и слии. И соли. Наверное, надо было взять ножичек. Мне там как-то что-то говорили в комментариях про ножичек. И я опять забыла про этот ножичек. У меня тут большой такой кабачок, и фиг он что-то подцепляется. Все, у меня немножко другие тарелки. Второй день что-то я в этих ем тарелках. Мне кажется, что они меньше в себя вливают, но тут где-то поварешка с лишним. По-моему, одинаково, просто у него форма такая, вроде как, не очень удобная. Так что я хлебушку, с вашего разрешения. Поехали. Так что я хлебушку? вообще я планировала сегодня сварить картошки у меня есть самопальные малосольные огурцы а еще впервые вообще их ела по совету рецепту тети хотела сделать еще салат с огурцовым помидором но что-то вспомнила что у меня есть суп и суп я сегодня еще не ела а я стараюсь каждый день есть суп просто он есть в наличии иногда по нескольку раз в день допустим рассолник я могу здесь назад как обед и ужин хотела слопать весь хлебушек съела только где-то половинку кусочка ну и пожалуй попили с вами еще и чая тут у меня черный green тут подарил мне тетя Валя и средне листовой не помню какой такой оранжевенькая такая пачечка там что-то нарисовано кенийский не кенийский целонский не целонский вообще без понятия хотела глянуть специально и забыла тут у меня пара печененок юбилейная купила упаковку там что-то 313 грамм по какой-то скидке в этом в магните еще вот эта шоколадка я тут не знаю говорила я видела или где не писала или только кому-то просто писала и говорила я два месяца не покупала шоколад что-то не шел у меня вообще вот так смотрела на него себе делала пару раз вот который тогда делал на камеру типа мой ластер-класс или как он у меня был масло какао а потом еще специально делала отдельно половину у меня захавала одна моя знакомая которая ко мне приходила на чай всегда ну как она приходила я чем занята говорила она спрашивала можно будет завтра можно сегодня занята и она припиралась тогда когда я занята и припиралась целью покушать на халяву получалось так что она у меня половину этого шоколада захомячила при этом всегда шоколад я совсем не люблю шоколад у нас здесь одна знакомая и вот такой анекдот это там на одной моей работе был уже без меня и одна знакомая моя говорила про нашу с ней общую знакомую просто город маленьким вдруг чего вдруг этот город маленький меня смотрит именно теми знакомыми про которых возможно будут речь и и вот одна такая знакомая которая любила есть не то чтобы есть она все любила на халяву она там на какие-нибудь мероприятия ходила исключительно если там халявный какой-нибудь хапчик типа там фуршетик и вот одна купила там себе допустим бисквитный какой-нибудь тортик или бисквитный кексик чуть-чуть такой бисквит бисквитный короче бисквит а другая говорит я вообще бисквит ненавижу но если ты угощаешь я съем на халяву уксус сладкий вот тут тоже точно так же типа я конечно шоколад терпеть не могу ну и так вот у меня была вот такая вот мисочка пиалочка сахарничка шоколадом и она этот шоколад я не заметила как там за один приезд присест слопала приезд приход свой да а другой я вывезла в деревню ну в общем я к тому что я что то тут вообще не тянуло меня на шоколад тут видимо не было того который надо этот я сегодня увидела в дикси я думаю что везде сейчас в дикси он по такой цене 79 с копейками ну практически 80 рублей 79 90 79 80 не знаю ну и я что-то увидела и купила мне такой как-то дарила юлька кто-то еще возможно присылала может так чуть моя покупала как-то мне там на какую-то мелкую услугу ну чисто знаете сделайте человеку вроде как ничего не ждешь и тебя шоколадка взрывная карамель мармелад печенье макс фан 160 грамм это я про шоколад у меня варенье черничное по моему на фруктозе как раз вот от той черники которую я тогда в каком-то там обзоре или не обзоре или у меня наверно все таки было у этот видос там что-то про агар и чернику как раз мне там кто-то камен писал что типа я неправильно делаю хотя я как бы было видно что это эксперимент и я как бы знала что я неправильно делаю неправильно делаю правильно делаете хотите делайте сами ваш мне тоже не заставляет есть короче вот чайку тут попью шоколадка я положила шоколадку печеньком смотря что это мне подарила мамина подруга специально такое блюдечко эгоистичная под чашку и под сладкое его не разбавляла специально потому что думаю пока я поем пока поболтал у меня как раз останет когда забыл сюда это прыгающая карамель я уже минут 10 где-то тренды чую я на самом деле я такой шоколад рассасываю сейчас тут уже у меня это этот мармелад дровать не то начала жевать подумал что он неужели это изюм терпеть не могу изюм не я могу есть молочный шоколад с орехами изюмом но вообще изюм как-то столько в сухом виде могу есть и заходами но все-таки наверно чаще только в сухом виде делал я себе композа сухофруктов там изюм начат лучше разлившую какая-то хрень выложила этих сухофрукты мокрые уже в тарелку думаю ну потом съем посмотрела через два дня на них доставку из холодильника блин изюм мокрый да ну и нахрик выкинула мне может быть конечно надо было бы съесть это но что там не пошло даже не начало идти это карамель прыгающая так и прыгает что-то вдруг стала любить это печенье раньше ела потом как-то вообще не надо было потом как от безысходности могу его съесть как-то знакомо но она-то ненавидела бисквит а я по-второму дышала печенью люблю бисквитные тексики правда раньше думала что тексики это такие куличики печенье как должен у меня чоколадка не наеденая суп зато стопанный и чай до петли наверно надо было дольше говорить и есть но сколько есть все мое спасибо за компанию и до новых встреч